Как и обещал, представляю вам пятую часть видео о российских актерских парах в жизни и в кино, где расскажу еще об одной пятерке известных семейных дуэтов и покажу их совместные киноработы, иногда служившие зарождению и укреплению взаимных чувств, а порой приводившие и к развалу их, казалось бы, крепких союзов. Итак, смотрим. Кирилл Жандаров и Мария Валешина. На момент их первой встречи Кирилл Жандаров был женат на Надежде Толубеевой, а у Марии Валешиной были свои отношения, поэтому коллеги сначала общались просто как друзья. Позднее актеры встретились на съемках фильма Ирины Волковой «Исключение из правил», в котором Мария играла роль жены героя Кирилла. Но вот парой молодые люди стали во время еще одного совместного проекта сериала «Дорога в пустоту» режиссера Анны Гресь. Кстати, именно Кирилл Жандаров порекомендовал режиссеру Марию Валешную. По их семейной легенде считается, что именно Мария сделала предложение своему будущему супругу, отправив видеопослание, когда Кирилл находился на гастролях. В этом ролике актриса предстала в роли хозяйки, занимающейся уборкой, а заканчивалась видео фразой «Женись на мне». Мария решила донести до избранника свои мысли именно через видео, так как Кирилл Жандаров большой поклонник кино, который, не жалея сил и средств, ищет и скупает коллекционные издания фильмов и копии сценариев. А в его доме можно найти не только большое количество биографических книг, но и множество постеров и афиш. А когда Кирилл вернулся с гастролей, он сделал свои возлюбленные предложения уже по всем канонам жанра. После спектакля заехал за Марией в театр на лимузине, подарил огромный букет роз, а потом на дне бокала с шампанским девушка нашла колечко. А вот свадьба была очень скромной, просто роспись в ЗАГСе, на которой присутствовали только брат Кирилла, Антон, и сестра Марии, Татьяна. Это знаменательное для пары событие состоялось 15 мая 2013 года, а уже 19 сентября у пары родился первенец Валера. Но Мария все еще лелеет свою мечту о шикарной свадьбе с пластьем, гостями и празднованием в загородном отеле. Но помимо вышеуказанных проектов, у актеров было еще несколько совместных работ. На одной съемочной площадке они работали над короткометражкой «Случайная встреча» и в сериале, выбирая судьбу украинского режиссера и по совместительству их друга Анны Гресь. Если бы не ты, не Виволка, не знаю, как бы я со всем справилась. Анатолий Руденко и Елена Дудина Актер Анатолий Руденко встретился со своей будущей женой Еленой Дудиной на съемках ретро-сериала «Вчера закончилась война», в котором героиня Елены Галя была невестой героя Анатолия Николая. По сценарию герои сыграли свадьбу, а спустя несколько лет актеров ждала свадьба и в жизни. Но со своей будущей свекровью Любовью Руденко Елена Дудина познакомилась даже раньше, чем с Анатолием. Дело в том, что Любовь Руденко известная актриса и в сериале «Вчера закончилась война» исполняла роль мамы героини Елены Дудиной. Но молодые люди не сразу сблизились, поскольку каждый из них на тот момент состоял в других отношениях. Елена разорвала отношения со своим молодым человеком, когда осознала, что влюбилась в Анатолия. А вот Анатолий Руденко ожидал тяжелый разрыв с актрисой Дарьей Повериновой, отношения с которой начались после совместного участия в съемках сериала «Ангел-хранитель», из которой они уже 4 года жили вместе. И раз уж речь зашла о прошлых отношениях актеров, то следует вспомнить еще один яркий роман Анатолия Руденко с актрисой Татьяной Арнгольц, отношения с которой у Анатолия стали развиваться после участия в совместном проекте, молодежном сериале 2000-х «Простые истины». А вот Елене Дудиной в свое время приписывали роман с режиссером Станиславом Говорухиным, в одной из работ которого актриса принимала непосредственное участие. Но вернемся к нашим героям и их отношениям. Через год после знакомства 23 апреля 2011 года Анатолий сделал Елене предложение в тихой домашней обстановке, потому как приняв решение устроить свадебную церемонию за границей, а именно в Италии, молодым людям пришлось ощутить все сложности бюрократической машины. И получив все необходимые документы 9 августа 2011 года в живописном месте, в замке на озере Гарда, в кругу самых близких людей состоялась свадебная церемония, ведущим которой был мэр местной коммуны Мальчезини. Затем состоялась прогулка на паруснике и застолье в ресторане. А вот в медовый месяц пара отправилась на Мальдивы. И уже через год, 19 июня 2012 года, у Анатолия и Елены родилась дочь, которую назвали Милена. Любовь Баханкова и Никита Тезин Любовь Баханкова и Никита Тезин – это еще одна пара, началу отношений которой положил совместный проект. Для обоих актеров съемки в мелодраматическом фильме Андрейка стали судьбоносными. И несмотря на то, что по сюжету герои не остались вместе, свои отношения актеры продолжили уже в жизни. Но они тщательно скрывают свою личную жизнь от посторонних глаз, поэтому информацию об их семье найти сложно. Известно только, что пара воспитывает дочь Варвару, которая появилась на свет в 2013 году. Алексей Барабаш и Наталья Бурмистрова Отношения Натальи Бурмистровой и Алексея Барабаша продлились недолго, а для актера этот брак стал вторым. Но в нашу подборку эта пара все же попала, так как она участвовала в совместном проекте, а именно в фильме «Пари». По сюжету, герой Алексея Барабаша активно ухаживал за героиней Натальей Бурмистровой, чтобы заполучить сердце девушки для выполнения условия «Пари». Алексей Барабаш и Анна Сдор Следующая пара актеров, в которой мы снова видим Алексея Барабаша, но уже со своей четвертой женой Анной Сдор. Чувства этой пары зародились на съемках сериала «Мужчина во мне», в котором по сюжету актеры играли влюбленных. И хотя в интервью Анна отмечала, что Алексей был не в ее вкусе, настойчивое ухаживание партнера по съемкам растопили ее сердце. Но для создания новой семьи актерам пришлось поставить точку в прошлых отношениях. Анна развелась со своим мужем Олегом Пониматко, с которым познакомилась на съемках сериала «Моя любимая ведьма», где мужчина работал администратором. Алексей развелся с третьей женой Юлией, оставив ее с трехмесячным сыном. Развод оформлен 11 мая 2012 года, а уже 22 июня состоялась свадьба с Анной Сдор, которая уже находилась в положении. Пара ожидала дочку, которую впоследствии назвали Варварой. Но и этот брак был довольно скоротечным. Через полгода после рождения ребенка Анна заподозрила мужа в измене с бывшей женой и подала на развод. Мой бывший супруг год назад, уже получается даже больше, в феврале того года, я узнала, что он живет на две семьи. То есть одна семья у него в Питере была, а другая семья здесь, в Москве. Друзья, если хотите продолжение эпопеи об актерских парах в жизни и в кино, то оставьте свою отметочку под видео или напишите свои пожелания автору. Постараюсь их непременно учесть. А если вы еще не видели предыдущие части видео, то не поленитесь заглянуть в описании под этот ролик. Ссылки на них оставлю там. А я надолго с вами не прощаюсь. Увидимся в будущем, друзья!